Я Огород Попровкинский. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр Фёдорович. Это моя семья. Мой сын Алексей. Здравствуйте. Две старших дочери. Ольга. Татьяна. Остальные больны в постели. Если хотите, их можно увидеть. Нет, нет, что вы, я не хочу их беспокоить. Моя супруга, Александра Фёдоровна. Николай Александрович, я бы хотел переговорить с вами наедине. Пройдёмте в кабинет. Прошу прощения. Какой неприятный человек этот Керенский. Он потому такой, что не уважает папу. И маму тоже. Разумеется. Потому что теперь наши папа и мама никто. То есть? Частные лица. Какая ты нечуткая, дочка. Жестокая. Почему? Я вас, папа, очень люблю. Тогда почему ты так говоришь? Потому. Что это? Что это? Лисею. Не обращай внимания, мама. Не в себе она. Пропадают волосы. Она лисеет. И ты. И я тоже. А что такого? Боже, как это что? Оленька, вы же невесты. Евгений Сергеевич сказал, это нормально. А витаминоз после кори пройдёт. Нужно только постричься. Почему он не сказал мне? Ну пойми нас, мама. Ну кому хочется ходить бритыми? А по-твоему, ходить лисами лучше? Разумеется, хуже. Ники, что это значит? Все мои бумаги, вся переписка, в том числе личная, всё конфисковано. Почему? Работает чрезвычайная следственная комиссия. Ищут преступления, совершённые старой властью. Тобой? Совершенно верно, родная. Мною в первую очередь. Ещё кем? Ещё. Моими министрами, помощниками. У меня их было много. Мною. Разумеется, родная, такова форма. Но им не удастся найти эти самые преступления. Но главное, они подозревают нас в измене. Не нас, меня. Но почему нас? Нет, меня. Я знала. Ждала чего-то подобного. Раз наполовину немка, значит шпионка. Как гнусно это я-то. Я, внучка королевы Виктории, принявшая православие всем сердцем. ái... ... ... Что с тобой? Выпей! Не верь, Антянка! Не верь к Крёцкому! Они нас обманывают! Мы не уедем в Англию! Твой кузов Георг от нас отказался! Успокойся! Прошу тебя! Я знаю! Крейсера за Англией не будет! Нас всех сошлют с тебе! Нас всех! На родину старте! Крик Валерия Ильича Распутина! Я только что видела его по сне! Он взял меня за руку, подвёл к двери! Сказал, открой и смотри! А там были все мы, ты и я, дети! Ещё кто-то не разглядел! Все в страшном виде! Иди, твою мать! Господи, прости! Ну, мама, я прошу тебя! Ну, мама, я прошу тебя! Ну, мама, я прошу тебя! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А ты знаешь, чья это музыка? Знаю. Её написал дядя Миша. Правильно. А где он её написал, знаешь? Знаю. В Ливаде. А вот и не знаешь. А где? В Екатеринославе. На манёврах. В палатке. Откуда в палатке рояль? А он на гитаре. Дядя Миша. Дядя Миша! Дядя Миша! Дядя Миша! Дядя Миша! Миша, приеду! Миша! Алекс. Миша, как я рад тебя видеть. Я тоже очень рад, Коля. Здравствуйте, Николай Александрович. Здравствуйте, Александр Федорович. Добрый день, сударыня. Я договорилась, нам разрешили. А ты знаешь, куда мы едем? Куда? В Тобольск. В Тобольск? Тоболск. Я говорила. Сударыня, поверьте, там очень лояльное население и удобный, благоустроенный губернаторский дом. К тому же это, Николай Александрович, будет гарантировать вашу безопасность. А на прощание, Николай Александрович, я с особой радостью хочу сообщить вам, что все наши подозрения по поводу вашей так называемой измены не подтвердились. С чем я вас искренне поздравляю. Благодарю, Александр Федорович. И вас, сударыня, тоже. До всей души. Желаю вам благополучного путешествия. Ну а весной Бог даст. Обстановка изменится. И тогда вы сможете перебраться в Крым, в Ливанию. Прошу вас. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok